Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к Филимону, библейский портал экзегет. Ну что сказать о послании к Филимону? Вот послание, о котором обычно никто ничего не помнит. Вот крохотное посланница, оно как бы затесалось в канон Нового Завета. Вот если бы его не было, никто бы не задумался, где же тут такое послание, которого нам не хватает. Вообще не очень понятно, зачем оно здесь нужно, потому что, конечно, в Новом Завете есть послание такого личного характера. Пасторские, например, Титу, Тимофею 2. Но они все равно не Титу и не Тимофею только, они вот всей христианской общине просто через какого-то конкретного руководителя той или иной местной общины автор Павел обращается к всей церкви в конечном итоге. А Филимону только Филимону. Это маленькая, по сути дела, частная записка. Что это делает в каноне Нового Завета? Ну вот, давайте прочитаем. Тут всего одна глава. Павел, узник Христа Иисуса и брат Симофей, очевидный его спутник, который вместе с ним был и помогал ему в заключении, возлюбленному Филимону, потрудившемуся с нами вместе, и возлюбленной Апфии, и соратнику нашему Архипу, и всей домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Он приветствует домашнюю церковь. Судя по всему, Филимон христианин, причем, как будет дальше, понятно, принявший крещение от Павла. Ну, наверное, его семья, может быть, какой-то близкий круг друзей. Домашняя церковь, те, кто собираются у него дома, еще нет и не скоро будут всякие там базилики, соборы и прочее. Но уже есть церковь, поэтому где-то в какой-то комнате они собираются для молитвы, и вот их он приветствует всех вместе. Отмечаю, что Филимон потрудился с нами вместе, да, то есть он не просто хороший знакомый, но он один из христиан, ему есть что вспомнить об общем каком-то опыте с Павлом. «Благодарю Бога, непрестанно поминая тебя в своих молитвах, ведь я слышал о той любви и верности, которую ты проявил Господу Иисусу и ко всем святым, и пусть общность в вере на деле приведет себя к познанию всякого блага, какое только дарует нам Христос и Иисус. Так сильно меня порадовала и утешила твоя любовь, брат, благодаря тебе успокоены сердца святых». Ну вот это часто у Павла, он прежде всего благодарит Бога за того или тех, кому он пишет, говорит какие-то очень хорошие слова, то есть принцип сначала поднять человека, потом его чем-то просить или что-то у него требовать, а не как иногда люди сначала опускают это ничтожество, а потом «ну а раз так, давай». Если я ничтожество, то я и дать ничего не могу. А если я замечаю, это не чудесный человек, который многое сделал и о котором вот другие так тепло отзываются, мне хочется еще что-то для них сделать, правда? Вот и здесь поэтому, может быть, преувеличено, может быть, с какими-то такими вот риторическими похвалами, но явно не лицемерно, явно не для проформы он говорит эти хорошие слова Филимона. И вот после того, как он их сказал, он вдруг ему такую, знаете ли, претензию выдвигает. «Во Христе у меня есть основания открыто указать себе на твой долг». Опа! Это что? Ты хороший человек, вообще-то ты мне должен. Ну, лучше я с любовью попрошу. То есть, очевидная история каких-то их отношений, и дальше он скажет почему, заставляет Филимона чувствовать себя должником Павла. И он ему об этом не стесняется напоминать. Он говорит, нет-нет-нет, ты мне должен. Ну, я не буду требовать долга, я просто попрошу по-человечески. Да, я, Павел, посланник, или можно перевести старец, а теперь и узник Христа Иисуса. Такая двойная цитового тропа, посланник, посол. И в античном мире, конечно, это была очень важная личность, которая неприкосновенна. А теперь он еще и узник Христа, да, то есть такая несовместимая вещь. Он одновременно посол, и он одновременно заключенный. Послов в тюрьму не сажают. Это тяжкое оскорбление. Но он, проповедуя Христа, оказывается в тюрьме. Он посол Христа, который за него в тюрьме. То есть в глазах Филимона это должно еще более возвысить Павла. Не просто его давний знакомый или духовный отец, наставник, но еще и человек, который терпит за Христа заключение. Да, я, Павел, посланник, а теперь узник Христа Иисуса, высочайшая титулатура. Прошу тебя за сына, которого я родил в заключении. Значит, родил в заключении сына. Ясно, что он там не женился и занялся дедорождением. А у него, очевидно, появился некий духовный сын. Вот, кстати, откуда эта терминология? Духовный отец, духовный сын уже в Новом Завете есть. И его приход к вере был рождением. А Павел был родителем. За сына, которого я родил в заключении, за Анисима. Кто такой Анисим? Ну, по посланию мы понимаем, что Анисим – это беглый раб. Причем бежал он конкретно от Филимона. Что это означает? Ну, возможно, они встретились в тюрьме, потому что Анисим был задержан. Анисим был собственностью Филимона по римским законам. Ну, как если мы с вами найдем чью-то машину на улице, угнанную, будем знать, чья это машина. Ну, что мы должны делать? Свернуть машину владельцу, правда? Тут без вариантов. Если мы в Древнем Риме встретили беглого раба и знаем, чей это раб, мы должны вернуть раба владельцу, это его собственность. Мы сегодня возмущаемся тем, что рабство было, но оно было. И Павел не отрицает римских законов, но просит за Анисима. Пусть прежде он был для тебя негодным, но теперь пригодится и тебе, и мне. Пригодится имя Анисим означает полезный, и здесь обыгрывается этот смысл. А пригодится здесь такое слово есть «эвохристос», которое похоже на слово «христос», очень похоже. То есть Анисим был бесполезным, а стал полезным, причем вот таким, который тебе и мне пригодится. «Его-то я и посылаю, а ты прими его, как принял бы мое сердце». Ничего себе бегло раба, который, собственно говоря, подлежит наказанию, и Филимон имеет право наказать его любым способом, вплоть до смертной казни. Но прими его, как мое сердце, пишет ему Павел. «Хотел был я оставить его при себе, чтобы он вместо тебя послужил мне, пока я в заключении ради Евангелия, но решил ничего не делать помимо твоей воли, чтобы не по принуждению творил ты добро, а по желанию». Ну, то есть он мне нужен, и вообще-то Павел мог сказать, я его оставляю у себя, или попросить, я его хочу оставить, можно, но он как бы подводит все к тому, чтобы Филимон сам принял это решение. А формально Павел посылает раба хозяину. «Итак, он когда-то на время оставил тебя, чтобы ты снова принял его навеки, уже не как простого раба, а как возлюбленного брата. Вот кем он стал для меня и тем паче для тебя и по плоти и в Господе. «Если я тебе не чужой, прими его, как принял бы меня». Ну, наверное, Филимону после всего этого было бы очень трудно как-то Анисиму сурово наказывать или что-то еще с ним плохое делать. Но вот Павел за него не просто поручился, он сказал, он мой сын, он твой брат, ну, как в притче о блудном сыне, да, то есть как же не принять родного брата. Ну, даже и этого мало, потом он добавляет. «А если он причинил себе ущерб или задолжал, запиши это за мной?» Раб же мог украсть что-то, пока он бежал, или там сломать нарочно, да. «Я, Павел, пишу собственной рукой, я возмещу, и при том не говорю, что ты собственной жизнью мне обязан. Да, брат, жду от тебя прибытка, успокой же мое сердце, Господи». То есть это юридическое обязательство. Павел выступает поручителем и готовится возместить любой материальный и моральный ущерб, причиненный Анисимом Филимону. И подчеркивает, пишет собственной рукой, ну, видимо, и тогда обязательство надо было подписать, да, и Павел обычно писал через секретаря, но иногда делал приписки собственноручно. Вот здесь он это обязательство сам дает, чтобы уже никаких юридических не было проволочек, в случае чего. И что же, Филимон в суд пойдет с этим документом? Вообще говоря, может. Но понятно, что Павел здесь уже такую совсем тяжелую артиллерию выкатывает, риторическую тяжелую артиллерию, и заставляет Филимона думать, что ну вот просто все, что только может быть, он готов сделать, лишь бы Филимон его послушал. И уточняет, жду от тебя прибытка. То есть прибыток, вот он дает обязательство покрыть ущерб, а тут же ждет прибытка, причем это слово, оно того же корня, что и имя Анисима. И, по-видимому, он ждет, что Анисим к нему обратно отправится, но уже по решению Филимона, а не потому, что он сбежал. «Я написал тебе в уверенности, что ты послушаешь меня, знаешь, что сделаешь и больше того, о чем прошу. Приготовься заодно и принять меня у себя дома, верю, что по вашим молитвам буду вам дарован». Ну вот уже такие личные и нежные, как бы дружеские приветствия. Потом он передает, конечно, приветы, как часто в письмах. «Себя приветствует и по фраз, с которой мы вместе заключены за Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Демос и Лука, с которыми мы трудимся вместе». Видимо, Марк – это автор Евангелия, Лука тоже автор Евангелия. Про Луку мы знаем больше, он постоянный спутник Павла с некоторого времени. Марк – периодический его спутник. Про Аристарха и Демоса мы, в общем, толком ничего не знаем, но это сейчас не очень важно, то есть это такой маленький круг Павлов. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с Духом вашим. Аминь». Завершающие строки. Так зачем это послание входит в канон Нового Завета? Личная, частная переписка. Наверняка же была и другая. Мне кажется, ровно потому, что здесь рассматривается такой сложный вопрос, как рабство. То есть, в Римской империи было рабство. Сегодня это незаконно, для нас это кажется чем-то ужасным, но тогда это было совершенно нормальным. И вот рабы – собственность своих хозяев. Павел возмущается этим, пытается организовать восстание или массовые побеги рабов, как в США в середине XIX века. Нет. Нет, он признает существующие социальные нормы. Он не рассуждает о том, плохие они или хорошие. Он их признает. Его же принцип подчиняетесь властям. Одновременно он изнутри меняет сами эти отношения. Он говорит, этот человек, Анисим, он не твоя собственность, он твой брат. Прими его, как принял бы мое сердце. При том, что Анисим – беглый раб, да, то есть, это очень плохая для него картина этого. Анисима, любой нормальный рабовладелец, очень сильно накажен, да. Но прими его, как принял бы мое сердце. Откажись от этого права наказывать, откажись от права быть жестоким, не меняя социальные структуры, не меняя законов общества. Павел пытается изменить отношения людей внутри этого общества, внутри этих структур. И придет время, когда рабство будет повсеместно отменено. Но сегодня нет в мире страны, где рабство было бы законным. И это будет именно из христианских стран исходить. Вот потому, что как же мы можем держать своих братьев в рабском состоянии? Скажем, первое общество борьбы за отмену рабства, которое возникло в Британии, имело своим гербом чернокожего невольника в цепях и подпись под ним «Я твой брат». Откуда они это взяли? Вот веками люди брали друг друга в плен, покупали и делали рабами. А тут вдруг мы говорим, что этот человек, который на нас совершенно не похож, другой расы, который там дикарь из Африки, с какой-то стати мы его будем называть братом. А вот потому, что Павел нам об этом рассказывал. И вот, мне кажется, очень хорошо здесь представлен принцип, как христианин взаимодействует со своим обществом, в котором есть много несправедливости, в котором есть много жестокости. И что он делает для того, чтобы этого всего не было. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok